очень было много откликов я понимаю очевидное свидетельство и это не напрасно тема такая сама по себе такая тема и я бы хотела несколько свидетельств по прошлому уроку и потом мы молиться вместе и двигаться уже тематически сегодня кто был в затруднении как слышать и как различать голос духа святого и кому прошлый урок реально помог начать это делать и вы что-то пережили кто может посвидетельствовать более я с просьбой можно наташу присоединить зубанову она не вызова не было но и и кто сейчас может присоединить если я ее присоединил вы все вылетите она да у нее есть ярлык присоединиться потому что вызов был у нее есть синяя ссылка присоединиться к команде присоединиться можно и да ира пожалуйста ну во первых очень 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 полезный этот урок тем что мы прекрасную молитву которая узнает нечистый дух и его отправляет к его источнику на разрушение царство тьмы и замещаем духом святым или каким-то определенным духом и мне в практике это очень очень пригодилось потому что разные ситуации вот и делитесь сера какие ситуации вот в частности то что можно сказать да я могу сказать потому что у меня муж больной он инсультник у него разные очень настроения вот и я перестала так реагировать то что я говорю так дуга раздора дух разделения а я тебя узнала я с тобой не сотрудничаю и вот так вот 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 так вот разбираюсь этим постепенно и я реально стала спокойнее реально просто больше стала доверять богу и еще молитва которая была вот лена узорина давала я отрезаю себя кровью иисуса христа и я там добавила добавила то что когда враг чтобы не подслушивал не подсматривал я добавила запрещаю меня и мой дом атаковать и значительно все стало спокойно вот это прямо свидетельство господи слава тебе оля большое спасибо это просто реально работает аминь это работает спасибо ирина вот это вот простая молитва когда мы замещаем атмосферу и приглашаем противоположного духа когда мы различаем чуждого духа и приглашаем противоположного духа когда мы говорим сменить атмосферу допустим тот же самый страх это же и дух страха сюда же сразу приходит страх это не автономное такое переживание не не только эмоциональное переживание это и влияние демонического мира поэтому когда мы удаляем одного духа запрещаем ему действовать мы предлагаю приглашаем сразу противоположного духа атмосфера меняется еще и в силу того что приходят другие служители другие служители духовного мира замечательное свидетельство спасибо ира татьяна бокова пожалуйста да здравствуйте драгоценным хочу посвидетельствовать в эту же ночь когда у нас был урок у них под окном значит это пятиэтажная да это дом а под окном в ночь где-то во втором число стали собираться молодежь я поняла что 2 2 кампу разные компании вот это было из-за девушек начали кричать начали материться и тут я начала практиковаться и вы знаете слава богу а бог чудесный конечно я наверное час потом уже еще продолжала молиться а потихоньку потихоньку начала рассасываться то есть мирным путем все это обошлось без драки без полиции вот и это все ушло опять же это молитва по этой молитве молилась слава богу аллилуйя спасибо да вот тоже практика вот тоже практика очень интересные вещи когда мы будем практиковать когда мы сталкиваемся с чем-то чуждым нам и природе бога обстоятельством или ситуации какой-то конкретной и мы начинаем практиковать нам придется когда-то идти я не знаю в морг чтобы воскрешать где найти мертвого чтобы от практиковать вот этот дар божий явно там где есть мертвецы на кладбище морги и каждый раз когда мы сталкиваемся с какой-то такой ситуации не божьей вот она и практика наша молодец татьяна абсолютно верное поведение слава богу тоже работает таня пожалуйста я не была физически но я не всегда могу физически из-за работы но я прослушала в записи это со мной впервые такое чтобы в записи для этот урок был просто бомба она взрывается каждый день выявились те те вещи которые ну во мне столько поднялось всего и каждый день я с первой значит что у меня было разочарование обида ну и там тому подобное и так далее все эти вещи и знаете они надеть начали действовать моментально на работе у меня просто радость я просто танцуя в две смены отработала на следующий день с утра у меня радость все говорят что с тобой случилось это все действует молитва потому что я разбираюсь вот это никогда еще не было просто прямо сейчас и каждый день я ее практику и потом еще до этого был урок когда вы не ольга рассказали а ручствовали петь вы знаете это просто произошли происходят чудеса я и с другим пою и с другими пою теперь ты соединись ко мне еще другие они просто начали исцеляться также пели мы вместе поем просто на языках и это супер просто ну это для меня это просто вы благословение такое что слава богу за глаз то я хочу сказать в подтверждение вот просто в подтверждение вашими же словами что пение в духе это супер ребята это что-то это вообще что-то сегодня будем петь непременно вдохновили монастане просто моя моя знакомая которая была на мели просто в духовных вещах она сейчас ждет каждый день она ждет когда мы будем петь с тобой на языках она уже все на других хочет аминь аминь это кстати кстати вот это вот когда мы с вами берем ответственность хотя бы за одного человека а он за другого вот это вот то апостольское помазание взять дар от практиковать его и поделиться это так правильно огромное спасибо таня что вы это делаете и каждому хочу сказать что когда мы берем одного конкретного человека и служим ему тем даром который активирован в нас берем просто ответственность за человека вы сразу увидите насколько сложно порой договориться порой убедить потом порой вы ощутите вот такое вдохновение о котором говорит татьяна потому что что-то начинает реально работать и вот человек растет и он сам становится проводником божьей славы это очень замечательный пример для каждого из нас потому что группа вот сама по себе группа она разделяет апостольско-пророческое видение сегодняшнего дня когда господь восстанавливает свою истину о том что дары иисуса христа в каждом из нас они действуют во всей полноте мы берем учимся их брать практиковать и они приносят колоссальные перемены и в нашу жизнь и в наше окружение и ситуации конкретные как таня бокова говорил мы взяли один единственный механизм замещение и он стал замещать чуждую атмосферу он стал менять ситуацию и то куда пришел враг со своим разорением со своим желанием нанести вред вот как в этой компании когда они две компании столкнулись что могло быть мы знаем что в таких случаях бывает но люди разошлись мирно господь пришел ангелы пришли то что то не говорит люди стали исцеляться что произошло ну что с вами молились ревностно или мы пришли на территорию какой-то больница возлагали руки нет они пели это очень мощный инструмент для исцеления исцеления потому что война она в первую очередь война в нашей душе душа наша атакована мысли разные приходят из демонического мира и мы начинаем с этими мыслями воевать твердыни какие-то начинают вскрываться это знаете вот те которые находятся во втором классе господь еще еще глубже копает есть те пласты которые подлежат восстановлению подлежат освобождению какие-то сферы в нашей жизни и это все в первую очередь сразу работает в человеке и распространяется дальше механизм божий такой господь брал делал говорил ученикам а теперь видите даю вам власть все даю вам власть а мы ученики божьи очень сильные свидетельства еще кто-то у нас слово просил скажите кто у нас микрофон включал так я пожалуйста это кто алина по моему алина и элла у нас микрофоны включили начало алина потом элла элла вы станете нет нет 1 сегодня 1 хорошо алина пожалуйста тоже практиковала да вы мне там в салоне работаю и в салоне у нас разная музыка бывает и там такой в культе какой-то писал ску и меня на раздражает я вот так вот тоже сказала и вот в этот день хороший там джаз релакс звучал он не напрягает хорошо вот это же в один день тоже была на на вражнюю какая-то ситуация там я вот пробовала да вот так вот говорил но про себя говорила но у меня не получилось у меня это раздражение все равно шло ничего надо больше верить или что надо сделать почему мне не получилось говорить надо вслух алина не про себя мы то думаем когда мы говорим про себя что слушает все наше естество нет слушает определенные участки нас а когда мы с вами видим произносим это вслух то задействованы и глаза и рот и уши потому что когда про себя рот ничего не говорит нет уж и ничего не слышит нет только через глаза информация поступает в мозг и обрабатывается определенно мозгом а для определенного участка нас а чтобы все все тело наше было задействовано конечно почему и писание истинно пророческое слово прочтенная вслух она имеет колоссальное действие почему когда люди видят кошмары например им первое что советуется включать прославление чтобы уши слышали чтобы уши слышали чтоб тело слышала чтобы вся наша душа в этом была задействована потому что это все звучит не только диванический мир слышит но и наш внутренний человек пере переформатируется настраивается на божью волну спасибо алина и элла пожалуйста вы знаете вы сказали что мы было искать у меня пришла очень сильное движение до мне было 34 года у меня умер 11 лет летний сын я стояла перед гробом и вот эти вот мысли мне были ведь он же должен воскреснуть ну как 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 это можно как я тогда еще не было верующий я стояла и у меня все внутри прям приподнималась я думаю должно быть где-то что-то чтобы воскреснуть людей и вот у нас теперь теперь в этой школе когда я у у меня видение такое было такое сильное это был обедничный перерыв и вдруг я лежу тихо тихо накрываюсь это я хороший час всегда лежу и вот у меня видение как будто бы я как в молодости когда вышла замуж у меня у нас соседка была и там дом барак был глиняный барак было три входа и только в одном жили а в двух не жили я там заброшенное все такое было я когда вечером шла всегда мне такой страх был я думаю интересно кто там и что там и как там и и всякое такое представление о страшных духах было и и и а эта соседка она бедная такая была я и всегда помогал убирать и и белить и все наказа казашка была и она всегда грил вот вы немцы вы как-то по-другому помоги мне я и всегда помогала и и вот вдруг вот я в этом маленьком доме и хочу справлять большое большой праздник какой не знаю но большой праздник я буду справлять собрала всех своих друзей подруг родственников и говорю давайте кто хорошо готовит кто а сама собрала около ну несколько там человек игре а мы сейчас будем столы расставлять и скамейки и вот мы в этой первой половине где-то казашка жила были а там еще глиняный пол был нужно было этот пол глины заново все сделать да почистить я говорю мы сейчас это быстро сделаем многие если у нас много рук мы все это быстро сделаем и и вдруг у меня мысль я открой туда дверь что же там вот где я всегда боялась эти две ну два еще входа таких были и ты знаешь я открываю там дверь а там парадис парадис по-русски не знаю как называется на ней рай я спасибо рай там все белое большие окна даже два этажа я думаю вау как хорошо я думаю я не буду это я буду там справлять и я значит тех которых убирать я говорю прекратите там убирать давайте тут расставлять наши красивые столы скамейки и мы здесь будем справлять я поворачиваюсь и чувствую у меня во рту как будто мой язык хочет вылезть и я открываю дверь а это открываю рот а это не язык а это змей и главное я его ухватила как будто я сначала думаю что это мой язык ухватила а это голова крокодила я прям этот рот крокодиле левой рукой зажала а правой рукой тяну 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 из себя я сама медик я знаю что если такой выходит значит должна быть кровь значит должна быть боль а мне так хорошо мне так свободно и я эту крокодилю морду вот так держу ну этот рот чтобы он не открывался а левый а правой рукой тяну тяну и вот эта змея она очень толстая была и в ней были ржавые гвозди и знаешь когда щепки вот эти оба большие такие деревянные щепки и какая-то скрученная проволока и какие-то какие-то большие язвы кровь с гноем я вытаскиваю где-то около трех метров и я ее так бросила подальше от меня когда увидела а южи еще смотрю хвост не оборвался ничего там не осталось смотрю нет хвост целый я ее как откинула от себя и мне так легко мне так хорошо я думаю ни крови не боли и вот эта голова сама сама сам змей не мог двигаться он был такой тяжелый он был потому что полностью я говорю жавчина и прям такие ржавые осколки железо в нем были а рот еще все хотел подняться и я наклонилась и в двумя пальцами крокодиль и рот так зажала и кричу во имя иисуса я запрещаю тебе запрещаю в моей жизни быть в жизни моих детей моих внуков моих друзей подруг и вы знаете я села я была мокрая мне надо было в душите и два дня спустя каждый каждую ночь мне снится как будто бы у меня во рту веревки и я их хочу выплюнуть и не могу и они такие липкие и я руками прям вытаскиваю они такие скрученные всякого размера всякого всякого цвета и черные и синие и красные и белые и я их вытаскиваю вытаскиваю и они все таки липкие я их выбрасываю выбрасываю вот уже две ночи подряд и это очищение идет девочки это освобождение реальное это реальное освобождение да я такая счастливая во всех всех обнимают целую спасибо вам за молитвы спасибо оленька тебя так наполняет духом святым освобождающим духом духом который несет божественные флаги от которых земля трясется я счастлива аминь слава богу дорогие очень хорошие мощные свидетельства и дело в том что этот процесс он только начался и вы будете видеть славу божью мы когда первый раз я вот пример приведу такой когда еще жила в другом регионе у нас умирает это вот к тому что воскрешать мертвых зацепила элла такую тему у нас умирает лидер прославления очень славный мужчина молодой мужчина у него жена трое детей еще не выросли и понятно состояние жены и наше состояние такое знаете немножечко растерянность что ли какая то от того что умирает достаточно помазанный человек человек божий реально и как такое получилось вообще он не насытился долго той лет мы-то представляли себе наш ум представлял себе что такие-то люди они для царство божие здесь на земле долго живут и детей взращивают и тогда когда исполнят всю полноту своего служения на земле тогда уходят а тут вроде как и дети не выросли и сам слишком молодой и вот было побуждение на тот момент у разных людей которые не были в одном служении было побуждение молиться за него за его воскрешение вот как то так сложилось что впервые объединились люди ну на моей памяти может это не первый раз было но на моей памяти что никогда не воскрешали отдаленное понимание что это один из даров что церковь и мы как люди царства будем воскрешать мертвых и вот тут такое вот желание молиться за воскрешение и мы эти люди собираются и один говорит да у меня тоже такое было и второй говорит и собирается целая группа людей которые хотят молиться за воскрешение олега и мы идем к пастору с этим желанием он растерян такого никогда не было вроде как дело божье но никогда не практиковали и он нам задает вопросы ну во первых он сказал если жена разрешит правильно правильно позвонили жене мне жена согласна второй вопрос который он задал но если не воскреснет и на вас будут пальцем тыкать и говорить ну что вы воскресители ничего не получилось как так все вроде как из числа служителей и где ваша сила где ваше помазание готовы ходить вот в таком вот поругание нести на себе поругание за то что дело во всей полноте там допустим не состоялось ну да вроде как готовы ну тогда решает следующее следующим образом выносить его должны из церкви церковь будет прощаться с ним церковь большая выносить его в районе двенадцати часов вот тут я цифры могу забыть но по-моему в районе двенадцати часов а договорили что из морга его привезут в районе девяти или восьми или вот так вот к этому времени собирается это команда и жена пастора с нами и сын его один из сыновей постарше младшего сына не пустили и дочка у него еще вот младшего сына не пустили потом кстати пожалели почему бы не детей призывать к таким вещам побоялись что это зрелище его травмирует в общем старший сын здесь жена пастора здесь и мы начинаем молиться и достаточно горячо люди эстафетно молятся за него на него руки возлагают были движения в теле были какие-то знаете такие конвульсии в теле и люди это отмечали не один человек и наложились на него и дышали ему в рот и тихо молились и громко молились и на языках и в разуме в общем молитва была вот эта трехчасовая но тем не менее договорились что молиться будем до тех пор пока его не закопают вот до этих пор эта команда будет молиться и получается эта молитва продолжалась но часов на на 6 7 он не воскрес вот видимых вещей не было но оказывается ну ладно не буду перескакивать он не воскрес и потом после захоронения все собираются на последний погребальный обед и вот это вот группа молитвенников она тоже туда идет она тоже туда идет хотя вроде бы в свете того что произошло те кто молились за его воскрешение им бы надо туда и не ходить вроде то место когда ты идешь реально на то чтобы тебя духовно ударили потому что ну сейчас начнут косо смотреть может быть а может быть что то и говорить но я не помню все ли пошли но я там была точно и если бы мы туда не пошли на тот обед последний мы бы никогда не узнали что он оказывается воскресал что произошло люди увидели видение когда вместе с Олегом его Олег зовут Иисус приходил и он уже был в праздничных одеждах этот Олег и Иисус говорил посмотри как тебя любит церковь посмотри как они ревностно за тебя молятся а мы там в это время на него руки возлагаем на него ложимся в него дышим а его то понятно что уже там нет но мы работаем с телом чтобы Иисус вернул ему дыхание жизни дух его вернул мы молимся об этом кто как на тот момент был научен тот так и учил молился первая практика была вот и что выясняется на что Господь сделал через вообще вот эту вот ситуацию очень много было моментов которые Господь через эту ситуацию сделал вот это видение человек увидел он рассказал это на последнем обеде потом сама жена ходила ей уже сообщили о том что он умер он умер ей сообщили что он умер но она как-то так это не зафиксировала в своей голове приходит в больницу она по дороге в больницу это услышала что он умер приходит в больницу он живой она не стыковала эти вещи вообще никак и он ей говорит жене своей Надя я ухожу и дает какие-то ей последние наставления она ему в ответ Олег как ты уходишь ты сейчас со мной разговариваешь он ей опять говорит что я пришел для того чтобы с тобой проститься оказывается он умер Господь его воскресил а мы в это время молимся за вот это вот чувство у нас то что он воскреснет оно было внутреннее и оно было вот именно таким путем как Господь это хотел не как мы прорисовали это это вещи такие знаете запараллеленные какие-то между собой у нас есть это желание а он на самом деле в это время воскресает и вот он уже уходит а у нас это послесловие есть послевкусие что человек воскреснет он воскреснет он воскреснет и она свидетельствует о том что он воскресал с ней простился потому что он уже было уже свидетельство о том что он умер ей позвонили она эти вещи как-то даже ей Господь и не позволила за состыковать но так вот когда Иисус приводил его и показывал насколько его любит церковь он сказал что этим людям которым я дал дерзновение молиться за него я их буду использовать они будут воскресать мертвых поэтому все те люди которые там были вот это вот зерно оно как бы прорастает и это тоже одно из тех вещей которые Господь будет делать в последнее время он будет воскрешать мертвых нашими с вами руками устами служениями давайте скажем аминь 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 мы берем это мы берем это Господь да мы будем воскрешать мертвых мы берем это это тоже один из даров это тоже один из даров и он тоже сдается просто единственное что дыхание жизни вот мы говорим целый человек да руки ноги сшили дух ушел и бесполезно бесполезно пока Господь властелин дух душ человеческих он не вернет ему это дыхание жизни если человек должен вернуться на землю и совершить что-то еще но что еще там было последние несколько слов скажу этот человек он ушел он выходец из другой церкви он к нам пришел из другой церкви и вот эти вот две церкви между собой наша и та из которой он пришел они были в состоянии такого пассивного конфликта потому что люди из той церкви откуда пришел Олег они стали приходить к нам и это право любого человека идти за пищей за духовной в другое место потому что мы тело Христа мы вселенская церковь и пора уже перестать ставить эти барьеры что если ты ушел из моей церкви то анафема тебе нет мы все с вами члены одного тела в какой бы поместной церкви мы не находились и вот на тот момент на последний обед пришли представители и нашей церкви в которой он уже служил и предыдущей церкви из которой он вышел и вот тут вот такое знаете вот мы увидели что сами люди которые ходят в церковь они перетекают друг друга они ничего не имеют против друг друга они видят что ни одни ни другие не знаете ни волки серые ни звери лютые все наполнены любовью все желают благо друг друга все молятся друг за друга это было такое знаете какое-то время примирения очень серьезного примирения очень сильное было помазание на этом всем и вот такое вот событие я пережила в свое время у меня тут есть я не знаю Тань по-моему ты была да Таня Батракова можешь ты Таня ответить или нет да да была конечно она тоже была да тоже была как бы свидетели есть тому мы пережили все очень серьезное духовное переживание тогда в тот момент очень серьезное и дело в том что у этого есть продолжение мы опять с вами все вместе и опять мы движемся в сверхъестественном Люба что вы хотели сказать свидетельство есть нет у меня случайно включился микрофон ага случайно включился так драгоценное что у нас с вами происходит да пожалуйста пожалуйста оно такое короткое свидетельство но оно в практике я сейчас нахожусь на вахте это 14 дней и ну а получается сутки работаешь сутки отдыхаешь и сегодня это уже получает последние сутки и вот на этих я зашла в комнату где комната отдыха просто положила руку на библию и сказала я призываю атмосферу божью атмосферу божью потому что люди уставшие много ну много вещей где негатива много ну много разных вещей я говорю атмосфера божья и когда я это прогласил но я прогласил это внутри себя и я открыла библию и начала читать притч и все в комнате кто были отдыхали они все слушали и был диалог то есть ну я поняла что туда куда мы заходим там живой бог и вот чтобы вот это вот действительно негативно она сразу уходит она сразу уходит и легкость пришла и общение было очень хорошее то есть вот так спасибо вот на тему вот на тему вот такого стиха сейчас я вам прочитаю ваше мнение ваше мнение я его прочитываю слушаем внимательно боязливых же и неверных и скверных и убийц и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серо и серо почему на ваш взгляд боязливые идут вообще первыми в этом ряду казалось бы люди подвержены страху и причем здесь лжецы и убийцы да но тем не менее еще раз прочитаю этот стих у меня вопрос к вам почему боязливые стоят в самом начале боязливых же и неверных и скверных и убийц и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серо какое у вас мнение почему боязливые в этом стихе да пожалуйста элла потому что библия говорит что я тебе дал духа силы и и последнее забыла по-русски как называется и здравого ума да целомудрия здравого ума сначала идет боязливые поэтому сначала боязливые так принимается это недоверие к богу то же самое что я не верю тебе что ты это сделаешь боязнь защитишь так спасибо таня еще мнение за боязнью стоит дух страха дух страха это противоположность веры и соответственно ну а если нету веры то все то ну какие и из веры богу угодить нельзя праведной своей верою жить будет то есть лишает человек всего аминь сильно аргумент еще пожалуйста кто у нас говорил был голос сашин аргумент перевесил все аминь давайте скажем аминь да таня да таня говори пожалуйста аминь я думаю что если ты боязливый внутренность твоя боязливая ты не сможешь ну переносить трудности ты не сможешь ну и ну может быть я не знаю ну как эта мысль бланта как-то улетела может быть придет я потом скажу а хорошая мысль а хорошая мысль да переносить трудности конечно все правильно таня мы на духовной войне ну да мы на духовной войне да если ты боязливый если ты боязливый то ты не сможешь да ты не сможешь аллилуйя еще кто-то говорит можно еще я напомню да Люба пожалуйста это это трусость предательство вот мне кажется это связанные такие вещи человек может из боязливости страха наделать много неправильных вещей вот это вот уже вообще в десятку да боязливые трусливые а мы на духовной войне а трусливые люди это как правило на войне это дезертиры это предатель чувствуете вообще вот просто так вот боязливость такое мягкое выражение оно очень далеко в своем развитии может повести человека вот этот страх у Тани Зугановой включен микрофон Тани что ну мне кажется вот вытекает из боязливости вот следующие вот эти убийства и неверности остальное все вот от этого отталкивается следующие вот от страха от боязни от страха да от боязни идут следующие допустим человек убивает наверное со страха я так думаю быть убитым да да это и тоже верный посыл поэтому мы сейчас немножечко с вами тогда разберемся со страхами это важно для нас потому что вот этот вот страх искаженный греховной природой когда Адам и Ева как человек как единая плоть согрешили убоялись и спрятались от Бога это уже искажение вот в это слово страх пришло потому что мы знаем что Бог есть любовь а в любви нет страха в любви нет страха в отношении с Богом когда мы в Боге в центре его воли в этом нет страха и нам тоже присущ страх это очень хороший страх страх Господень и вот смотрите что у нас получается премудрость чья она Божья она не наша вера Божья имейте веру Божью нам предлагается не просто веру что трамвай довезет а имейте веру Божью страх он чей Господень получается этот страх получил начало от Господа есть какой-то страх Господень не страх перед Богом я Бога боюсь а страх Божий как вера Божья в этом какая-то огромная сила сокрыта в том что Божье и вроде бы как несовместимые вещи Божье и страх так вот этот страх это не тот страх который скажу он грехом это очень хорошее позитивное чувство если его можно так назвать состояние или может быть начинка человека о которых очень хорошо написано в притчах 8 главе 13 стихе что это значит если смотреть именно с позиции Божьей страх Божий ненавидит зло ненавидит зло страх Господень ненавидит зло это одно и то же по сути своей потому что эти два понятия они стоят через тире и дальше по тексту гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу можно ненавидеть даже оказывается когда вроде бы как ненависть это не Божье переживание а очень даже Божье переживание ненавидит злой путь ненавидит зло вот куда мы направляем вот эту эмоцию сама по себе оказывается ненависть может быть и созидательной ненавидит зло ненавидит злой путь начало мудрости страх Господень а мудрость она опять чья премудрость Божья начало мудрости страх Господень и познание святого разум это все притчи много в притчах говорится о страхе Господнем страх Господень добавляет дней лета же нечестивых сократятся он оказывает оказывается на долголетие влияет страх Господень источник жизни мне нравится вот это очень притча 14 27 источник жизни удаляющий от сетей смерти если мы хотим с вами удаляться от смерти и иметь вот этот источник жизни постоянно текущий в нас это формирует формируется именно страхом господнем хорошая очень буквально шикарнейшее просто выражение я бы сказала из премудрости сына Сирахова страх Господень слава и честь и веселье и венец радости и иов уже когда поговорил с господом уже завершаются главы уже восстановлены он в своих отношениях с богом он говорит страх Господень есть истинно мудрость и удаление от зла разум вот то о чем мы с вами говорили поэтому не всякий страх нам не нужен страх Господень нам очень нужен потому что во всем этом и источник жизни и удаление от смерти в этом премудрость в этом слава честь веселье венец радости истинная мудрость разум это все страх Господень ненавидеть зло ненавидеть гордость высокомерие ненавидеть злой путь ненавидеть коварные уста мы сталкиваемся с этими вещами мы живем в таком мире поэтому мы сейчас с вами помолимся чтобы не было даже и страха перед человеком и страха который сковывает потому что любовь она освобождает она освобождает в страхе есть мучение зачем нам это мучение мы здесь на площадке для того чтобы брать от Господа дающего просто и без упреков и пусть даже человек находящийся на этой платформе не станет тем который препятствует конечно это не человек конечно это мировоззрение наше бояться человека и мнение человеческого но даже этот страх давайте мы с вами сейчас помолимся и удалим из нашей жизни осознанно это сделаем вы повторяйте не включая микрофона чтобы хорошо было слышно меня давайте помолимся тогда вот таким вот образом отец небесный я сейчас открываю все мое мышление и там где есть убеждение страха убеждение контроля там где работают защитные механизмы души я приглашаю тебя Господь как свет освети вскрой это во свете своем выводи эти твердыни из тайных убежищ из слепых зон в чудных твой свет все что в моей жизни не освещено тобой освети господь и там где я защищала сама себя я снимаю защиту и делаю это сознательно защите ты меня все эти твердыни мировоззрения неправильные страхи неверные исповедания что я боюсь я страшусь сокрушив сам их основание разруш всякий страх твоей живой истиной и покажи мне Господь твое сердце в этом я разрушаю тебе чтобы твои ангелы служители как снайперы пришли и зарядили твое небесное оружие и разрушили основание страха в самое основание пусть они стреляют в эти твердыни страха пусть они будут сокрушены и всякий дух силы врага которые клеветали мне которые устрашали меня я смещаю с позиции власти и водружаю на это место веру я разрушаю тебе Господь избавить меня от страха легко и безопасно для меня что именно ты и только ты этот процесс осуществишь в безопасном для меня безопасно для меня границах если что-то мне будет непонятно говори к моему сердцу говори к моему духу и через веру приводи меня вместо победы переводи меня в славу имени твоего как в крепкую башню я сокрушаю всякий страх именем твоим святым и кровью твоей святой и говорю вера поднимайся вера поднимайся во имя Иисуса аминь давайте скажем аминь 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 Я попрошу прямо по порядку. Мы друг за другом начнем пророчествовать. Сколько успеем, столько успеем. Пальма первенства у нас Александра принадлежит. Александр пророчествует. Мы пророчествуем с вами точечно конкретному человеку здесь в команде. Поэтому Александр, за ним Елена Джонсон, затем Элла Зайберт и потом Татьяна Маннинин. Вот я думаю, четыре человека точно смогут по одному пророчеству высвободить. Если еще, будет замечательно. Мы с вами берем на пророчествование одну минуту. А сейчас мы одну минуту молимся, потому что это практическая часть. Давайте примем от Духа Святого, успокоимся, настроимся на Господа. Куда слушать, мы это знаем. Давайте это сделаем. Включим микрофон и помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слава Богу, дорогие... Аминь, аминь, аминь... И пожалуйста, Александр. Ну вот у меня пришло такое слово для Любовь и Игорь. Не знаю фамилию как. Любовь и Игорь написано. Дети мои... А, подрез. Любовь и Игорь подрез. Хорошо. Саша, извиняюсь, говорите. Так говорит Господь. Дети мои, люблю вас. Поведу вас туда, где вы еще не были. Доверяйте мне. Вот такое короткое слово было. Прекрасное слово. Тонкий такой, высокий. Нам пела несколько раз Ирина Жиляева. Ира, дайте-ка свой голос. Да, мне кажется, Ирина. Аллилуйя. Она? Да. Я даже на каком-то немецком или французском она в прошлый раз пела. Совершенно верно. Значит, она, Ирина Жиляева. Отпрощается. Да, Господь, Господь, говори, говори, что ты хочешь сказать для Ирины, нашей разлюбленной сестры, дочери твоей, Господь. Дай слово. Аллилуйя, Господь. Ты птица моя певчая. В тебе мое благоволение. Я вижу женщину в золотых прозрачных одеждах. Это Ирина с золотым таким корона, шлейф от короны идет. Все такое красиво, очень прозрачно. И невеста. Ирина, вы невеста Иисуса. Потому что многие называют себя верующим. Но мы знаем, что не все невеста, а вы невеста. И он берет вас за руку. И берет вас за руку и ведет. Ведет вас в сад. Такой ароматный сад душистых цветов. Розы. Я вижу розы. И что-то сердце к сердцу прямо вам рассказывает, держит вас за руки. Я вижу, что у вас близкие отношения с Иисусом. Иисус, Он просто говорит, что вы очень дороги для Него. Ему приятно слышать ваши песни хвалы. И у вас близкие взаимоотношения. Я вижу сердце ваше. И Господь просто ценит очень ваше сердце. Любящее, горячее сердце. Я вижу, как от любви к Господу у вас текут слезы по щекам. И Иисус, Он вытирает и целует ваши щеки. И говорит, возлюбленная моя, никому тебя не отдам. Ты драгоценна. Ты соловей в саду моем. И для Господа ваш голос, он просто вот наслаждается, наслаждается, слыша его. И мы тоже, честно говоря, слава тебе, Господь. Вижу очень много любви, много света. Слава тебе, Папа. Аминь. 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 Спасибо. Вам и Господу спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Лена. Элла, пожалуйста. Алина Загирова есть такая? Загирова есть такая? Да, есть. Господь говорит, дитя мое, ты жемчужина мое. Я отшлифовал тебя. Я взял тебя из пепла и сотворил красивую жемчужину, которая несет свет и радость, кровь и верность. Благословение течет. Благословение течет из уст твоих, из глаз твоих течет уверенность. Его радость. И вера исходит лучом от тебя. И огонь святого духа покрывает каждого, куда ты заходишь, куда твоя нога пришла, на кого ты посмотрела, или кем ты начал говорить. говоришь. Говори, дитя мое, говори, слово мое, говори, пусть течет, пекут из тебя реки живой воды. Воды, которую я даю из глубины, из недр моего сердца через тебя. Аминь. 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 Спасибо большое. Спасибо, Элла. Спасибо, Элла. Мне на двух языках. У меня всегда два языка во мне. И немецкий, и русский. И немецкий, конечно, всегда хочет брать веру. И некоторое тяжеловато. Но Господь помог мне. Благодарю вас. Аминь, аминь. Аллилуйя, слава Богу. Таня, я хочу, чтобы вы нам спели. Я хочу, чтобы команда сейчас приняла вот это вот помазание на исцеление. И отнеситесь к этому обмену очень серьезно. Это очень духовный акт перетекать помазание. Потому что у Татьяны это уже отпрактиковано. Она уже говорит о том, что люди исцеляются. Поэтому в те сферы, в которых вам нужно исцеление. Мы с вами говорили, что человек может быть болен во всех сферах себя. И в духе, и в душе, и в теле, и в финансовых вопросах, в вопросах взаимоотношения. Поэтому то, что сейчас актуально вам в плане исцеления, принимайте это исцеление через это пение. Пусть это помазание, петь новую песнь Господу и принимать через это исцеление. Оно сейчас в вас активируется через Таня на пение. Таня, пожалуйста, пойте на. Слава тебе, Иисус! 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 Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это то, о чем нам пела сейчас Татьяна Это, конечно, невероятно Слава Богу Аллилуйя Аллилуйя Аплодисменты вам, Таня, всей команды Слава Богу Слава Богу Ты всему нас научаешь Освобождаешь, разумляешь, вдохновляешь Господи, спасибо Благослови каждого, кто здесь был С каждым сердцем работой Благослови особым благословением Олю Ее семью, ее дом Это служение такое важное, Господи И нам, да, впитать и быть плодовитыми источниками Из которых течет живая вода Как из Тебя всегда Ты сказал Я из путь истины и жизнь Чтоб мы стали точно такие, как Иисус Аллилуйя Аминь Аминь Давайте скажем аминь 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 Святые Божьи Драгоценные для Его сердца С миром Божьим, дорогие Шалом-шалом Оля, спасибо Будьте благословенны еще больше Пусть Господь еще больше Славь свою на вас А вы потом нам Предавайте славу Господу за вас Слава Богу Прощаемся, дорогие Хорошей вам недели Предстоящей До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова